Я начинала свой канал с видео о кудрявых волосах, а точнее о кудрявом методе. И с тех пор прошло уже почти три года, и я, во-первых, намного больше изучила тему волос, получила общие, но все-таки такие решающие знания о химии, и, соответственно, начала смотреть на уход за волосами совсем по-другому. И, во-вторых, сама кудрявому методу уже давно не следую. Но, тем не менее, регулярно получаю вопросы, какими продуктами можно пользоваться, какими нельзя, чего нужно избегать в средствах для бьющихся волос. И в этом видео я проведу эксперимент, сравню эффект от кудрявых средств и от совершенно обычных, и попробую выяснить, действительно ли нам нужно это разделение. Привет, меня зовут Клава, добро пожаловать на этот канал. Здесь мы обсуждаем уход за волосами и кожей лица, а также отношения и другие личные темы в подкасте их. Я купила набор косметики для кудрявых волос Bumble & Bumble. У меня есть шампунь, кондиционер и гель. И аналогичный набор от Сьюз для прямых. Точнее, он вообще без каких-либо опознавательных знаков по текстуре. Единственное, что мы видим, девушку с роскошными, гладкими, скорее прямыми волосами. И я хочу сказать, что я просто не нашла средств конкретно для прямых волос. Поэтому в нашем эксперименте участвуют обычные средства. Я помыла и уложила волосы по очереди с каждым набором средств и сравнила результат. Но прежде чем мы перейдем к этому открытию и узнаем, стоит ли вам покупать специальные средства, давайте вообще обсудим, в чем могут быть отличия. Первое, о чем стоит поговорить, это кудрявый метод. Кудрявый метод – это система ухода за волосами, придуманная Лорен Месси. В основе этого метода лежит отказ от сульфатов, силиконов и спиртов в средствах по уходу за волосами. Плюс особые техники укладки, преимущественно с использованием геля. И когда это стало популярным, выяснилось, что на полках в магазине не так-то легко найти средства без вышеупомянутых ингредиентов. Тут и начали появляться специальные кудрявые марки, вписывающиеся в этот метод. И это целая отдельная категория средств. Плюс ко всему, есть обычные продукты в магазинах сейчас уже, которые не позиционируются как средства для кудрявых волос, но тоже не содержат сульфатов, силиконов и спиртов. Их тоже часто причисляют именно к кудрявому методу, типа как KGM Approved. Вторая категория – это просто средства для кудрявых волос. Есть бренды, которые не исключали каких-либо ингредиентов, но также таргетируют свою продукцию на людей с вьющимися волосами. Таким людям часто кажется, что им ничего не подходит из обычных продуктов. Такие продукты бренды часто добавляют больше кондиционирующих добавок, чтобы придавать локонам эластичности, либо же протеинов, чтобы разделить, подчеркнуть завитки. Что еще стоит отговорить, что несмотря на то, что такие продукты называются как средства для кудрявых волос, нет, в косметической химии нет отдельных компонентов для кудрявых или для прямых волос. Дело в том, что вьющиеся и прямые волосы все равно являются волосами, и строение их схоже. А ингредиенты вроде силиконов, масел и жирных спиртов, они действуют одинаково на любых волосах. Да, какие-то ингредиенты могут утяжелять волосы, но они будут утяжелять и прямые, и кудрявые. Какие-то наоборот будут добавлять больше объема и плотности, но точно так же и на кудрявых, и на прямых волосах. Плюс ко всему, у всех разные представления о том, какими они хотят видеть свои волосы. Например, у меня кудрявые волосы, и мне нравятся супер пушистые такие объемные укладки, где-то даже бесформенные. А кто-то из вас скажет, я хочу супер гладкие, такие немного растянутые, супер увлажненные кудри. И для нас с вами нужны будут совершенно разные продукты, даже если на старте у нас были совершенно одинаковые волосы. Я не против того, чтобы выискивать какие-то компоненты или покупать средства исключительно, например, для кудрявых волос. Если вам это нравится, если вам это доставляет удовольствие, это супер, это своего рода хобби. Но теперь вы знаете, что индивидуальные потребности волос не определяются их текстурой. И в этой теме очень много маркетинга, и чтобы не вестись на вот этот вот маркетинг на надписи на упаковках для кудрей или для поврежденных волос, нужно уметь читать составы. И этому мы с косметическим химиком учим на наших лекциях по ходу за волосами. Вы можете ознакомиться с программой по ссылке. Это умение пригодится вам какой бы текстурой, у вас не были волосы. Итак, теперь самое интересное, то, ради чего мы собрались, эксперимент. Первым делом я тестировала обычный набор от Сйоз. Итак, начнем по порядку. Шампунь. Шампунь и кондиционер у меня из серии Кератин. Эти продукты якобы должны утолщать волосы и делать их более плотными. Вроде как. Я не знаю чешского и пытаюсь прочитать. Вроде как да. Шампунь этот сульфатный. Здесь содиум лауретсульфат и кокамидопропилбетаин из поверхностноактивных веществ. Что я могу сказать? Он очень комфортный. Мне понравилась текстура. Он такой, скорее густой. Какой-то такой плотный, обволакивающий. И у меня во время его использования и после смывания не было ощущения стянутости. Не было ощущения, что волосы скрипят. Они не ощущались какими-то, знаете, излишне вымытыми и до скрипа. Такого не было. Но в то же время кожа головы ощущалась достаточно свежей и чистой. Запах у этого средства, знаете, достаточно распространенный среди масс-маркета. Такая душка, чуть-чуть какая-то сладковатая, горьковатая. Я бы ее так назвала. Но для меня, в принципе, она приятная. Шампунь хорошо промыл. Мою жирную кожу головы я использовала два раза, как любой шампунь. И мне в целом очень понравилось. Знаете, очень приятный шампунь. Я буду, естественно, им пользоваться, заканчивать его. Короче, хороший. И, в принципе, он еще и недорогой за такую большую банку. Он не вписывается в кудрявый метод. Далее, кондиционер из этой же серии Кератин. Здесь вроде бы нет даже силиконов. И он, типа, вписывается в кудрявый метод. Но что я могу сказать? Мне вот он не понравился. Я его использовала уже не первый раз. У меня был давно. И каждый раз мне не нравится, как он действует на моих волосах. С ним довольно сложно расчесать волосы. Несмотря на то, что я брала очень много. И старалась медленно это делать. В общем, короче, распутывает он волосы не в тиках хорошо. Здесь много протеинов, насколько я могу судить по составу. Такой средненький кондиционер. Я думаю, что он подойдет для тонких волос. Либо для волос, которые склонны, не знаю, растягиваться, распрямляться. К которым хочется больше текстуры. Добавив воды, у меня получилось добиться состояния водорослей, которого мы все пытаемся добиться. Дело касается кудрявых волос. И в целом, как бы, такой стандартный неплохой кондиционер. Запах у него не такой, как у шампуня. Мне такой запах не нравится. Кремово какой-то. Короче, как бархатные ручки. Я не люблю такой запах. Но, может, для кого-то это окей. В общем, мне даже сказать не особо. Есть чего о нем, если честно. Обычный кондиционер. Я решила не покупать левины к этим средствам, а использовать кондиционеры как несмываемое средство. В том числе, во-первых, потому что так можно делать. Во-вторых, потому что я хочу напомнить вам, что так можно делать. И не обязательно тратиться на дополнительное средство для вашего ухода. Можете свой обычный смываемый кондиционер использовать как несмывашку. Наносите немного. Пробуйте разводиться водой. Пытайтесь найти то количество, которое будет идеально для вас, для ваших завитков. Не утяжелять их, но в то же время достаточно хорошо влагу внутри сохранять. И обеспечивать эластичность вашим волосам. Гель из серии... Непонятной какой-то серии. Короче, это гель сильной фиксации. Без силиконов и без алкоголя. То есть без спирта. Но тут со звездочкой, может быть, с каким-то спиртом он все-таки есть. И тут есть бензил и алкоголь. Странно, что они имели в виду. Ну да ладно. Может быть, то, что он на предпоследнем месте. Они решили, что это без него. Ну да ладно. Гель очень интересный. Знаете, из того, что можно купить в масс-маркете. Большая туба. Достаточно недорогой продукт. Очень хороший гель. Мне он понравился. Он достаточно густой. Такой прям липкий, знаете. Но немного добавила я воды, как я обычно это делаю. И он очень легко распределился. Каст он дал достаточно хороший, но не жесткий. Плюс при этом волосы были очень блестящими. И какие-то крупные, воздушные, невесомые завитки. Но в то же время упругие. Короче, я не знаю, как описать. Но мне очень понравился этот гель. Я не очень люблю такие густые гели. Но, если честно, мне он очень понравился. Это вообще гель просто для гладких, для гладких, таких отполированных стилей. Но насколько мой стиль был отполирован, вот, наверное, судить вам. Суть в том, что такой гель подойдет для кудрявых волос и для волос любой текстуры. Если вы хотите, чтобы у вас была такая вот хорошая фиксация и объемные завитки. Плюс на второй день после этого геля волосы все еще оставались достаточно кудрявыми, структурированными. И все, в общем, выглядело хорошо. Мне очень понравился он. Что касается запаха. Запах такой какой-то чуть-чуть травянистый. Не знаю. Какой-то немножко мужской дезодорант. Слегка. Вот такой у меня результат от обычных средств. Напишите в комментариях, как он вам. Как вы видите, совершенно обычные средства. На упаковке, обещающей мне гладкую прическу, дали мне хорошие кудри и достаточно крутые результаты. Теперь давайте посмотрим на кудрявую линейку продуктов. Я взяла специальную кудрявую серию от Bumble and Bumble. Это не совсем КГМ-ная марка, не Curly Girl Method, потому что у них в некоторых продуктах есть силиконы. Но, тем не менее, они стараются формулировать свои средства без сульфатов. И без чего еще? Да, короче, без сульфатов. Типа, это вот пример кудрявой марки, которые не полностью идут по правилам кудрявого метода, но все-таки что-то исключают. Немного в угоду всему этому маркетинговому безумству. Итак, шампунь. Шампунь без сульфатов, тоже достаточно густой, такой перламутровый, типа красивый. Запах у него свежий, травянистый, запах мне, в принципе, понравился. Легко пенился, очень пена обильная. Тут вместо сульфатов что? Изотианаты, саркозинат, сульфацетат. В общем, тут достаточно большая комбинация паф, которая дает вот как раз-таки эту пену. И промывает это тоже достаточно хорошо. Но я не знаю почему. Может быть, это конкретная реакция моих волос. Но на шампуне, на изотианатах у меня какой-то... Я не знаю, у меня странно реагируют волосы. Они спутываются. Даже в момент, когда я только смыла этот шампунь, ощущение, что волосы какие-то скрипучие, что они друг за друга цепляются и спутываются. Я не знаю, который шампунь на изотианатах я пробую, и почти все мне такой эффект давали. Может быть, это лично моя реакция. Промыл он хорошо. Ощущение чистой головы было, да? Плюс спутанные волосы. За что я бы поставила минус. Далее кондиционер. А вот кондиционер мне очень понравился. Здесь есть силикон, диметикон. Я, если честно, когда это все покупала, даже не смотрела на составы, чтобы просто купить. И как человек, который не разбирается совершенно в составах или не разбирается в уходе за волосами, но знает, например, что у него кудрявые волосы, он приходит, просто берет какие-то банки и часто не вникает, как и что работает. Вот я постаралась действовать так же и приобрела кондиционера с диметиконом, который просто боятся. Этого ингредиента боятся очень многие кудрявые люди. Считают, что он накапливается и, в общем, растягивает завитки, убивает кудри, и чего только ему не приписывают. Этот кондиционер можно использовать и как кавошинг, и как обычный кондиционер, и как левин, то есть несмываемое средство. И пишет, что он подходит для всех типов завитков. Я использовала его как обычный кондиционер и как левин, так же, как и с йоз. Этот кондиционер просто потрясающе помог как по маслу распутать волосы. Я обожаю, когда с кондиционером это выходит так легко и быстро, когда мне даже воды не особо надо добавлять, когда просто я провожу, и все очень легко расчесывается. Плюс достаточно хорошее такое вот у меня получился... У меня, знаете, даже не водоросли получились, все такие кремовые мягкие завитки. В общем, я очень люблю такой эффект от кондиционера. Мне кажется, что мои волосы максимально хорошо тогда получают вот эти вот пленки от кондиционера и сохраняют эластичность лучше. Кондиционер мне очень понравился. Я думаю, что он скорее подойдет для пудрявых волос, склонных к сухости, может быть, к тем, которые больше пушатся, которые склонны быть такими жесткими и пушистыми, нежели для тех, которые легко повисают или распрямляются. Я также использовала его как несмываемый крем. Очень хорошо с ним разделились волосы и классно сформировались в завитки. Далее гель. Гель необычный. Это гель масла, гель oil. Пишут, что он для блестящих удлиненных кудрей и также, что он защищает от влаги, влажности воздуха. Что можно сказать? Этот гель с большим количеством масел в составе, как раз-таки масла якобы должны защищать наши волосы от излишнего выпадания влаги. У меня с ним получились очень мелкие, такие гладкие, разделенные кудряшки. Посмотрите, они супер мелкие. Они прям очень отличаются от первого результата. Плюс каста практически не было. Вернее, он был, но был супер мягким. И такой, знаете, эффект очень увлажненных и совершенно без пуха кудрей. Если вы не любите пух, если вы любите, чтобы ваши волосы были супер гладкими, то вам очень понравится этот гель масла. Что касается защиты от влажности. Я пробовала эти средства с утра. Сейчас у нас идет дождь, я ходила на улицу, немного дождя попало на волосы, и вот как мои волосы выглядят после дождя. Да, они запушились. И да, естественно, ни одно средство не может нас на 100% защитить от влажности, от того, чтобы волосы начинали пушиться. Но в целом, наверное, это скорее хороший результат и хорошая защита. Если бы у меня не было этого геля, наверное, волосы сильнее бы распушились и выглядели более бесформенными. Тут все-таки завитки сохранились, особенно вот эти мелкие у лица, что мне нравится. Итак, какие выводы можно сделать? И тот и тот набор прекрасный, замечательный, и с теми и теми средствами можно работать. Как вам мой результат, и какой результат вам понравился больше? Я могу сказать, что, наверное, чисто визуально, мне больше понравился первый вариант, потому что я люблю чуть более крупные локоны. Но и второй вариант мне тоже показался суперклассным, просто другим, с другим настроением, с более мелкими кудряшками, и это тоже круто. И я считаю, что и то, и то классная укладка. Но мне интересно, что вы думаете, какой результат вам понравился больше. Лучше ли кудрявая или обычная косметика? Если прям честно, я даже, наверное, выбор сделать не могу. Я просто знаю, как укладывать свои волосы, знаю, что им подходит, знаю, какие техники, приемы применять. И самое главное, знаю, как сушить волосы правильно. Если вы не видели мое видео о сушке вьющихся волос, то посмотрите его по ссылке. На мой взгляд, это определяющий фактор, то, как вы сушите волосы, как вы наносите укладочное средство. Вообще укладка это самое главное, мне кажется. Во внешнем виде, конечно. Что предпочитаю я? Если честно, я в последнее время стараюсь как можно быть проще в своем уходе, и тестирую что-то только для целей блога. Но мне интересно покупать средства из масс-маркета. Их такое большое количество, с такими различными запахами, с различными текстурами. Можно попробовать очень много всего, не разорившись. Поэтому такие дорогие средства, например, как Bumble & Bumble, я не покупала уже сто лет. И практически не использую такие средства в своем уходе. Хотя нет, я использую Endersense, они достаточно дорогие. Короче, не знаю, у меня смешанные чувства. Я думаю, что классно иметь большое количество вариантов и выбирать то, что подходит именно вам. И исключать именно те компоненты, которые не подходят именно вам. Не потому что так вам указывают какой-то метод, а потому что вы знаете, что вам что-то не подходит. Не бойтесь никаких ингредиентов, просто выбирайте то, что нужно вам. Пишите внизу в комментариях, избегаете ли вы каких-то компонентов, какую косметику предпочитаете, какой вариант укладки из двух моих сегодняшних вам понравился. Пишите это все внизу, подписывайтесь на мой канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить ни одну тему. А у меня все на сегодня, и увидимся в следующем видео. Пока!